Мясо не ест, дружит с обезьянами и мечтает летать. Крокодилица Фуня с рождения не такая, как все. Ее не интересует охота, зато нравится музыка, танцы и искрометный юмор. Эскиз спектакля Фуня стал результатом пятидневной работы саровских артистов с режиссерами из Нижневартовска Татьяной Родиной и Артуром Абочараевым в рамках лаборатории Театр нации Театром атомных городов. Посмотреть его пришли дети и взрослые. Для юных саровчан это была веселая история с яркими костюмами и шутками. А вот для родителей эскиз стал поводом задуматься. Принимайте своего ребенка любым, помогайте ему мечтать. И вот финал, который не поняли сегодня дети, но я надеюсь поняли родители, что он про то, что вот Фуня полетела одной и у нее не получалось. А вот когда с ней все ее родные, все близкие попробовали, включились в ее желания, это получилось. Спойлер, еще есть две истории про то, как Фуня летит в космос и про то, как Фуня спасет своих родителей. И все это удастся сделать Фуне именно благодаря ее умению летать, собственно, то, что вызывало общий смех, и ее коммуникабельности, ее умению дружить с другими животными. Это если говорить про продолжение, что мы не успели сделать на лаборатории. Молодые режиссеры часто участвуют в творческих лабораториях разных городов, всегда предлагая актерам формат игры, чтобы то малое количество времени, которое отведено для подготовки материала, проходило живо и легко. При этом Татьяна и Артур признаются, что не всегда удается достичь нужного контакта. В случае с Саровским театром все задуманное удалось. Особенность Саровских артистов, разновозрастные, да, Анатолий Викторович, заслуженный артист, они все беспрекословно включились в игру, делали этюды на крокодилов, бесконечно с нами пробовали походку, ходили. И это, конечно, вдохновляет. И, наверное, благодаря этому эскиз получился такой веселый, что они моментально включились в тот сумасшедший дом, который мы предложили. Эскиз спектакля вызвал шквал положительных отзывов от зрителей, которые пожелали его воплощения в полном формате. И это вполне возможно, ведь предыдущие лаборатории стали отправной точкой к пополнению репертуара театра. Творческую лабораторию в Саровском театре мы проводим уже в третий раз. И можно сказать, что они проходят успешно, потому что по результатам первых двух лабораторий мы имеем как минимум два спектакля в Саровском театре. Это «Свободный Тибет», правда он уже снят с репертуара, но тем не менее он вышел из эскиза лаборатории. И второй спектакль – это «Петуния», который вышел из второй лаборатории. В Саровском театре появился главный режиссер Антон Морозов. Благодаря лаборатории не познакомились. С каждым годом программа лаборатории «Театр нации» и «Театром атомных городов» развивается, дополняется новыми возможностями. В этот раз в рамках проекта работа кипела не только у актеров и режиссеров. Полезные встречи прошли у сотрудников цехов. В Саров приехали передовые специалисты под руководством технического директора Александра Соломина. Также посмотрела готовые эскизы и провела открытую лекцию «Театр сегодня». Новый язык, тенденции и имена – критика Анастасия Паукер. Лабораторное движение, оно мощное в России, и оно как-то потрясающе толкает театр вперед, создает единое поле театральное, объединяет всех и создает какую-то такую здоровую конкуренцию в этой среде. И вот этот постоянный обмен режиссерами, то, что они колесят по разным городам, то, что они становятся связующими звеньями между самыми различными театрами. Сейчас настолько насыщенная вся театральная жизнь региональная. И действительно, это большая какая-то нейросеть такая, которая постоянно развивается, растет. Завершающим событием лаборатории стал показ эскизы спектакля «Девять дней одного года», режиссером которого стал Александр Чеботарев. Дарья Кузина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24.